МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На часах 11.06. Добрый день. Дневной разворот и традиционная для среды. Рубрика «Урбан». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Урбан". Программа о городских проектах. Вас приветствует ведущая передача Светлана Заньком. И Владимир Сметанин. Добрый день. Добрый день. Желаем всем удачной рабочей недели. Хорошего рабочего дня. Давненько у нас не было большого «Урбана». На 2 часа. 211-101 номер телефона прямого эфира. 211-101. Мы, естественно, будем общаться с вами. Потому что все живем в одном городе. И голос каждого человека, который здесь живет, важен. У нас есть аудио-видео-трансляция на сайте echokirova.ru. Верхний правый угол. Вы можете нажать кнопочку и посмотреть, какая дружная компания представительная собралась сегодня у нас в студии. Мы ее сейчас прямо и представим. У нас в гостях сегодня впервые в нашей студии начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова. Имеем в виду новый начальник, который практически уже 2 месяца этот пост занимает. Олег Семаков. Олег Дмитриевич, добрый день. Добрый день. Приветствуем вас. Константин Сичихин тоже с нами. Представитель Общероссийского народного фронта. Член общественной палаты Кировской области. Константин, день добрый. И также к нам присоединился Иван Губин, директор Политехнического института Вятского госуниверситета. Наш постоянный партнер в этих вопросах урбанистических и не только. У нас есть опрос на сайте echokirova.ru и в нашей группе ВКонтакте. Мы просим вас оценить уровень благоустройства города Кирова. Очень просто. Разделили по процентной ставке, можно сказать, от 10 до 100%. Пожалуйста, заходите, голосуйте. Там 5 вариантов ответа. Мы после первого же перерыва подведем предварительный итог и будем в течение двух часов подводить. Надо сказать, что мы хотим посмотреть на ситуацию, которая у нас в городе не только с точки зрения человека, который живет здесь, работает здесь, непосредственно отвечает, вот как Олег Симаков, за благоустройство и развитие территории, или является активистом, или не активистом, наоборот, а ворчащим соседом, который чем-то недоволен. Это тоже активность. Пожалуйста, звоните ворчащие соседи и говорите, чем вы недоволены, например. У меня тоже такие примеры есть, вроде бы и по прекрасным, и кажется, таким позитивным проектам. Я могу их сегодня озвучить. Но у нас сегодня будут на связи также наши соседи и далекие, можно сказать, не самые близкие. Уфа будет на связи. Ильдар Ибрагимов, главный архитектор города, выйдет с нами на связь во втором часе. И Денис Жапкин, гражданский активист и блогер из Саратова, активно принимающий участие как раз вот в таких процессах. Мы хотим посмотреть, как у них происходят взаимоотношения. То есть благоустроительные идеи, собственно, как у них рождаются и как реализуются. Да, как там участвует население, как там участвуют эксперты, как там участвуют власти. И попробуем примерить их опыт на себя. Собственно, чем мы занимаемся в Урбане обычно. Примеряем опыт на себя и смотрим, что нам подходит. Помониторил накануне ситуацию. В интернете есть примеры городов, где, собственно, существует некий орган, который консолидированно принимает решения и занимается их реализацией. Это не города не какого-то регионального значения, это внутри больших областей, небольшие города есть, где существуют какие-то советы. Какие-то советы существуют везде. А орган организован при администрации или общественная эта организация? Он объединяет и чиновников, и общественных активистов, и представителей каких-то организаций. То есть это чисто общественная организация, да? По большому счету, да. А по институту, кого она была создана и где какой-то, может быть, пример есть? Вот настолько глубоко я не... Вот это хорошая идея. Мы сегодня об этом вам расскажем. С чего все началось? Давайте вернемся к полуторагодовой давности истории, когда только программа «Урба» начиналась. Самый первый наш эфир. Здесь в этой студии был представитель ГИБДД, был представитель политеха в лице ректора Валентина Пугача. Здесь же был Вячеслав Семаков, тогдашний руководитель благоустройства. И здесь был Дмитрий Драный, бывший мэр города. Мы говорили о регулировании движения на наших улицах. Можно ли сделать какие-то простые вещи, которые позволили бы увеличить скорость потока избежать большого количества пробок без дополнительных благоустроительных работ? Мы тогда говорили о светофорах каких-то, о введении еще дополнительных односторонних улиц, вплоть до больших магистральных улиц. Предлагались разные идеи. И в конце этой программы был приведен пример итальянский, хотя на Западе это очень развито, где при муниципалитетах создаются урбанистические советы, в которых принимают участие специалисты, архитекторы, социологи, например, граждане, которые пользуются уважением. Они не депутаты, они просто граждане, которые конкретно в этом хотят принять участие. И представители властей. Они собираются по мере необходимости, если есть запрос, или раз в месяц. И смотрят, что где происходит, какие инициативы выдвинуты, какие проблемы стоят. И коллегиально решают. — Ключевое слово — при администрации. — При администрации. — Заметили? — При муниципалитете, да. — Все-таки должен быть... — Не общественная организация. Это именно статус при муниципалитете. — Кто-то ответственный. — Совершенно верно. — Кто-то регулировать должен этот. — Да, Олег Дмитриевич. Потому что когда кто-то не регулирует, очень многие проекты повисают в воздухе. Мы это знаем по своему опыту. Ну так вот, мы тогда об этом думали, но и постоянно эта главная тема всплывает у нас в эфирах тоже. Что-то должно быть такое, где вот есть точка сборки. У нас был опыт, сейчас вот, наверное, и вам вспомнят, да, о создании на базе политеха. Центр назывался... Дмитрий Донсков предлагал, значит, его развивать. Не самый лучший город на Земле, это он про Чебоксары. Вы даже не вспомнили. — Нет, он и про Киров говорит. — И про Киров то же самое говорит. Ну, в общем, какой-то центр на базе политеха. И мы собирались даже несколько раз. Притом там присутствовали чиновники, администрации, общественная палата и все. В этой студии без конца об этом говорим. В общественной палате говорим. И даже на площадке городской администрации. Но дальше разговоров как-то это все не идет. Может быть, мы разберемся сегодня, нужен нам такой орган или нет. Это мертворожденные идеи, достаточно разных всяких комитетов, где есть советчики, в том числе, да, и активисты. А может быть, мы в конце этого эфира придем ко мнению, что он должен быть создан и тогда в каком формате. — И подпишем резолюцию прямо здесь. — И подпишем резолюцию. Мы любим здесь подписывать резолюцию. Да, давайте мы обратимся сейчас к коллегу Дмитриевичу. Все-таки человек, который, я думаю, что вошел уже в курс дела. Судя по тому, как активно вы освещаете работу вашего подразделения в СМИ, вы уже понимаете, где что происходит. Ну, собственно говоря, вы же в нем и работали. То есть это все не в новинку для вас было. И мы попросили вас рассмотреть, какие программы по благоустройству сейчас существуют на территории муниципального образования города Киров, исходя как раз из позиции, что их много и они очень разрозненные. То есть они бьют в какие-то разные точки. — Ну вот смотрите, первое, о чем хотелось сказать, что любой город в Российской Федерации, он должен отталкиваться от системного подхода к работе. В первую очередь это управление архитектурой, которое существует у нас при городской администрации, утвержден град-план. Вот от этого все должно и исходить. Но не можем мы, например, выслушать там население, еще какие-то общественные организации. И если это не будет вписываться в концепцию именно этого градостроительного плана... — Не можем не выслушать, в смысле вы имеете? — Нет, выслушать мы можем, но мы не можем, например, вписать те идеи, которые не подходят под град-план. Чтобы не противоречить тем программам, которые утверждены именно генеральным планом города Кирова. Ну, о чем вот Светлана сейчас говорила, что у нас, по сути, дело сегодня разрознено, каким-то образом идет благоустройство города Кирова. — То есть это так действительно, да? Некая нескоординированность есть. — Частично бы согласился, конечно, со Светланой, но не сказал бы, что нет такого системного подхода. Вот с приходом Александра Викторовича Перескокова на пост главы администрации, вы прекрасно и четко понимаете, что сейчас особое внимание уделяется именно благоустройству города Кирова. На сегодняшний момент у нас, например, 192 места, предназначенных для создания комфортных условий отдыха, они определены. — Ну и что такое место, предназначенное для комфортных условий отдыха? — Это парк, сквер. — Вы имеете в виду, был создан реестр? — Да, они определены. — У нас город делится на четыре района. То есть террауправление по своим полномочиям, по 131 закону отвечает каждый за свою территорию. Вот управление благоустройства, координирует деятельность всех территориальных управлений, чтобы было четко, ясно и понятно при реализации различных проектов. Вы прекрасно понимаете, что у нас гости из Уфы приезжали из многих городов Российской Федерации. — На форумы инициативных граждан на прошлой неделе, который состоялся. — Да, и ведь все абсолютно отметили, и Поветкин, когда приезжал, сказали, очень красивый зеленый город. — Вы бы хотели, чтобы они вам сказали, какой у вас ужасный город, в гости приехали. Это что ли мы ожидали, Олег Дмитриевич? — Ну... — Или прям искренне вы считаете, они говорили об этом? Прям удивлялись, какое у нас благоустройство потрясающее? — Я привык людям верить. Вот понимаете? — Хорошо. — Я такой человек, я достаточно доверяю тем мнениям, которые говорят, ну, понятно, что нам есть куда двигаться, и мы понимаем, куда мы будем двигаться. — Мы сейчас должны прерваться буквально на полминуты, и продолжим. Олег Дмитриевич, можете продолжить свою речь. Урбан. Программа о городских проектах. — Программа Урбан. Городские проекты. Где же точка сборки? Нужен ли нашему городу совет? — По урбанистике. Мы сейчас предварительный итог голосования на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте подведем. Мы попросили, попросим вас оценивать уровень благоустройства нашего города в процентном соотношении. Так вот, 30%, 57% проголосовавших на сайте хакирова.ру говорят, что город благоустроен на 30%. — Ну, то есть, практически, да? — Да. — Тот же самый вариант ответа лидирует на нашей странице ВКонтакте. — На 30%. — Тут и надо, наверное, разобраться, что для рядового жителя города понимание благоустройства. — Вот он, вопрос, который ты хотел сформулировать в начале эфира. Будем ли мы, ты говоришь, наших слушателей спрашивать о чем-либо? Конечно. Давайте вы как раз и скажете, что для вас благоустройство. Потому что в понимании главы администрации благоустройство — это одно. В понимании, может быть, господина Симакова, который здесь присутствует, благоустройство — другое. Сейчас нам скажет Константин Сичихин, что такое благоустройство, и Иван Губин. У нас с Володей тоже есть некое понимание. Но прежде всего нам интересно, вы слушайте вас. 211-101, слушатели, звоните и говорите, что для вас благоустройство, что главное. Вот сейчас сразу этот вопрос Олегу Дмитриевичу зададим. Давайте четко, буквально в одной минуте, что такое благоустройство для вас. Какие критерии говорят о том, что город благоустроен? Можно начать с того, что вы обычный житель. Не надо подсказывать, Володя. Для меня благоустройство, чтобы в доме, в первую очередь, было тепло, светло, была горячая вода, была холодная вода. Во дворе были комфортные условия для бабушек, дедушек, детей, для всех. Чтобы можно было выйти во двор, отдохнуть, далее, чтобы была шаговая доступность до всех учреждений наших, школы, детские сады. Но, естественно... Какая доступность? Шаговая. То есть просто близко, чтобы располагать учреждения? Да, конечно, чтобы было удобно, чтобы на транспорте далеко ребенка не надо было. Понятно, если из родителей кому-то нужно куда-то в какую-то школу специализированную, пожалуйста, они сами могут привезти ребенка. Но, естественно, это зоны отдыха, это сферы и парки, куда можно было не просто выходные, а вечером прийти и отдохнуть. Тоже в шаговой доступности. Ну, в шаговой, естественно, доступности. Хорошо. Константин Сечихин, что такое для вас благоустройство? Для меня в основном благоустроенный город. Я когда выхожу на улицу и прохожу метров 500 или километра, чтобы мои ботинки были чистые, вот для меня благоустроенный город. Потом для меня благоустроенный город. В какое время года, Константин? В любое время. В любое время года, желательно, да. Особенно в летнее или осеннее, да. Вот. Для меня благоустроенный город, это, во-первых, я вижу, чтобы во дворе было чисто, во дворе было светло, а не то освещение, которое у нас сейчас в городе происходит, да. Это так, чтобы не пылили та техника, которая ездит по городу, которая прибирает город, да, а она собирала эту пыль и увозила на полигон. Вот для меня город должен расцветать тем, на том основе, который сейчас, ну, как бы, на том оборудовании, новом оборудовании, например, да, чтобы город мог, ну, по крайней мере, в нем было чисто и приятно. Вы на какую оценочку или сколько процентов даете уровню благоустройства города Кирова? Три. Ну, если из пяти баллов, да. На троечку из пяти. Я бы, да, два с половиной, три максимум. Два с половиной, три. Вот это из пяти баллов для меня. Так, Иван Губин, Сибиряк. Ну, для меня благоустройство, это не только чистота улиц, это вообще целый комплекс мер по планированию благоустройства, да, по проектированию комфортной городской среды и по поддержанию в соответствующем состоянии. То есть, и в этом контексте, конечно, некий совет по урбанистике, либо единый координирующий какой-то орган, который принимает решения по реализации программ, проектов в сфере благоустройства с точки зрения создания единоэстетического пространства. Да, вот я часто, я в восторге от тех программ, которые у нас реализуются, там ППМИ, городские программы по дворовых, все здорово, отлично, что есть проекты, которые финансирование поддерживают инициативы граждан. Но зачастую, заходя в эти дворы, которые там три раза заходили в ППМИ, я вижу, вот если отдельно смотреть дворовая детская площадка, здорово, отдельно смотреть парковочные места, здорово, все это вместе смотришь, господи. Ну да, лоскутное одеяло, подчерк. Комплекса такого эстетического восприятия, его, к сожалению, зачастую не наблюдается. Мы можем видеть это в новых микрорайонах, там где проектировщики на ранней стадии уже закладывали эти меры по благоустройству. Там относительно все неплохо, есть очень отличные просто примеры. А если смотреть по существующей инфраструктуре, там, конечно, с моей точки зрения есть беда. Еще раз, это комплекс мер по проектированию и поддержанию в соответствующем состоянии объектов городской инфраструктуры для комфортной жизни. И я скорее, тут у каждого есть, естественно, то, с чем я соглашаюсь, но мне бы хотелось, конечно, во-первых, я согласна с Константином, что я хочу ходить в чистой обуви в этом городе. Правда. А кто не согласен? А второе, все-таки, я считаю, что нужно отходить, я считаю, что нужно отходить от понимания того, что благоустройство это как давно тепло, светло и мухи не кусают. Но это уже даже позапрошлый век, а не нынешний век. И это не современности. Это очень важно, но это не современный подход, на мой взгляд. Я считаю, что нужно стремиться как бы вот в будущее, а не в прошлое. Я согласна, кстати, Иван, вы говорите, что в новых микрорайонах есть прямообразцовые микрорайоны. Я была в легком шоке, когда недавно заезжала в Метроград вечером. Надо свозить своих родителей просто на экскурсию. Мне кажется, что мои родители не видели, что в Кирове есть микрорайоны, где все комплексно решено. Где освещение в ночное время... Володя, а тебя не было, ты был в отпуске. С Колей Голиковым были и с Аней Лапшиной. Освещение грамотное, дорожки грамотные, люди ходят спокойные, площадки все вписываются. Видеонаблюдение. Видеонаблюдение. И мало того, стройка, которая рядом идет, она красиво, эстетично оформлена. Я была в первый раз. Хотя с железной здесь встречалась на протяжении... Я бы попались на железную, что такую реку мы делали в фирме с железной на сегодняшний день. Да, что это все так замечательно. Вот есть и чистые пруды, и солнечный берег на сегодняшний день. Надо туда съездить и посмотреть. Просто из чистых прудов очень много за все время существования этого микрорайона, и ты знаешь, что это прекрасно, было нареканий. И школа не построена, и дороги не сделаны, и пак не построен. Я не рекламирую сейчас никого. Я очень много могу минусов сейчас говорить, и метрограда по этому поводу. У нас вопрос очень банальный. Да, молодцы застройщики на сегодняшний день, которые идут в развитие новых микрорайонов, и они их развивают уже по новой инфраструктуре. Они уже смотрят на нормальное, диодное, хорошее, качественное освещение этого микрорайона, не то, что у нас в городе происходит. Они смотрят уже на тротуарные дорожки, велосипедные дорожки, и как это все должно. И, конечно, на парковочные места автомобильные. Это самый такой момент, который у нас на сегодняшний день в городе происходит, когда машины некуда поставить, ни во дворе, нигде, по сути. А парковочных мест надо расширять. Тогда мы просто-напросто уберем эти автомобили, которые стоят у нас на центральных улицах. Они все исчезнут просто во дворах. И тем самым будет проще убирать улицы, о чем мы вчера с вами разговаривали как раз. В сторону Олега Симакова сейчас. Да, мы вчера просто вечером на пресс-туре были в 9 часов. И как раз разговор у нас был по поводу, все-таки техника мешает, транспорт мешает. Это не только производить ремонты по дорогам, но и просто-напросто очистить, благоустраивать город. И в зимний период времени, и в летний период времени тоже техника не может по-нормальному проехать, потому что у нас улицы все заставлены транспортным средством. И пора вводить жесткие нормативы. У нас есть правила дорожного движения. Пора ставить знаки везде и пора эвакуировать. И вчера мы к этому моменту пришли, что, наверное, город в ближайшее время займется этим уже. Эвакуаторы заработают на полную катушку? Ну, чтобы эвакуаторы заработали, во-первых, надо дисликацию знаков очень громадную и правильно расставить. Передумать? Сейчас проверку провести и какую-то реорганизацию? Это совместная работа с ГИБДД. Они тоже отвечают за безопасность. Вы это запланировали? Ну, естественно. Нет, мне просто интересно. Вы вчера только об этом поговорили. То есть вы какие-то действия будете предпринимать по этому поводу? Конечно, сейчас на сегодняшний день дирекция дорожного хозяйства будет дисликацию знаков делать. Мы вынуждены, чтобы город от снега убрать, мы вынуждены этим заниматься. Нет, вот сейчас что-то изменится кардинально. То есть вы завтра сядете, поручите кому-то пересмотреть систему знаков. Как можно сказать сейчас, что кардинально все изменится? Ведь в любой деятельности нужно делать все поэтапно. Вот кардинально все рушить. Сейчас будет какой этап, Олег Дмитриевич? На сегодняшний момент ведь некоторые улицы у нас уже переведены. Чет нечен. На этих улицах можно... С односторонним движением мы имеем в виду. Да, с односторонним движением. Там, да, облегчается работа. Но вот я просто обязан об этом сказать. У нас нету культуры водительской. Вот Константин здесь сидит. Знаки стоят два дня на улице Московской. Как ставили, так и ставят. Нам приходится вызывать ГИБДД и эвакуировать. Так как постановление издано, тут стоянка запрещена, а люди все равно ставят. Ну, у нас, понимаете, как бы мы с вами всегда смотрим на федеральные центры. Вот посмотрите, Москва, да, ревели, ревели, ревели. Ну, научили ставить правильно машины, научили. И кто бывает в столице нашей Родины, да, они видят, что в центре Москвы сейчас автомобилей практически нет. Можно далеко не ехать. В Казань то же самое реализовано. Да, далеко не ехать. Эвакуировали. Эвакуируют, убирают. 7 тысяч выписали и через семейный кошелек очень быстро. Ну, я бы на самом деле, мы сейчас не будем углубляться в эту тему, но я бы на самом деле все-таки применила американскую систему без эвакуатора, а просто квитанция, фотография, квитанция под дворники и не 7 тысяч, пускай сначала там 500, например, рублей, но несколько раз и будет хорошо. Ладно, это отдельная тема. Я знаю, что Иван Губин уйдет во втором части пораньше, чем остальные, но мы давайте вернемся все-таки к комплексному развитию территории и как нам, и нужен ли нам совет по урбанистике, какая-нибудь структура, которая там коллегиально решает важные вопросы. И мы еще с программами не закончили, простите. Важные вопросы, да. Я бы хотела попросить Ивана рассказать об опыте работы в квартале 119. Напомню, что это территория, кампус Советского государственного университета между, я все время говорю, производственная, Ломоносово, Московская, Лепси и студенческий проезд. Значит, работы начались еще в прошлом году. Хотелось реализовать на отдельно взятой территории комплексный подход, благоустройство вот этой территории, так, чтобы всем было хорошо. Вот каждому жителю, каждому студенту, каждому автобомбилисту, пешеходу в этом районе. Что вы сделали и с чем столкнулись? Ну, работа началась в этом году, на самом деле, да, и мы, собственно, по ходу работы учимся, и пришлось даже пересмотреть концепцию. Изначально мы планировали, что максимально во всех стадиях проекта будут участвовать местные жители, но практика показала, что большинству, подавляющему большинству местных жителей вовсе не хочется участвовать в каких-то работах, к сожалению. А перемен хочется? А перемен хочется. Судя по опросу социологическому, который мы провели где-то в марте месяца этого года... Мы говорили об этом в эфире, да, мы по итогам потом собирали. Оценка в целом состояния квартала на троечку. Вот на троечку, ближе к двоечке туда, да, только более-менее людей устраивает, как вывозят мусор, а все остальное их кардинально не устраивает. Судя по оценке Константина Сичихина, да, это общая оценка нашему городу, например, да, квартал образцовый для этого. В общем-то, да. Планировали именно включение такое по дворовое, по домам делать, да, но, к сожалению, я рассказывал, что один из домов два раза приглашали на встречи людей, да, пытались выйти на диалог, просто ни один человек не пришел. Вот, поэтому, еще раз говорю, пересмотрели мы сейчас, группа специалистов, дизайнеров, архитекторов и профессиональных архитекторов, бывших архитекторов городов других, ну, и Кирова, и города Норильска, работают над концепцией всего квартала по зональным планированиям, с 3D-визуализацией того, как квартал будет выглядеть. И вот этот проект будет, ну, я надеюсь, в ближайшие 1-2 месяца презентован уже жителям, в первую очередь. То есть, это визуализация, в первую очередь, для жителей, чтобы им продемонстрировать, да? А с какой целью жителям вы это демонстрируете? Мы не оставляем надежды включить их в этот процесс. Почему вы не идете сразу, например, к Олегу Дмитриевичу с господином Перескоковым, а то еще и с Васильевым на троих? А мы придем, конечно, и я вам... Наши двери открыты всегда приходили. Нет, да, я хочу спросить у Олега Дмитриевича, вы в курсе вообще этого проекта, Олег Дмитриевич? Я слышал о нем, так подробно я, конечно, не изучал, но вот мы уже много об этом говорим с вами. И у меня вот постоянно возникает вопрос. Дорогие друзья, мы с вами какие-то проекты, все вот это, вот это дело, мы об этом говорим. А четко ли мы понимаем, ну, понятно, цели какие, задачи, понятно. А за счет чего мы будем это реализовывать? Откуда, какие денежные средства? И когда, Светлана, говорили, вы, я вот это подчеркнул, что это должно быть все при администрации, там, где местный бюджет. Вот от этого надо отталкиваться. Мы сейчас вот замахнулись на такой проект огромный, да? А мы понимаем, а за счет чего мы будем это делать? Но мы очень надеемся на программу «Комфортная городская среда», которая будет продолжена в финансировании в 2018-2019 году. А кто принимает решение, какие финансовые средства куда направить по «Комфортной городской среде»? У нас всегда этот вопрос тоже возникает. Вы знаете, мы до сих пор не понимаем, на каком основании делится. Нет, есть на региональном уровне комиссия, которую Куземска возглавляет, да, а есть на городском уровне. На городской уровне мы выходили в прошлом, в этом году. Ну, я вам буквально вот в двух словах расскажу, что, да, определить. Вы расскажете после рекламной паузы. Да, спасибо. Урбан. Программа о городских проектах. Городские проекты. Где точка сборки? Нужен ли Кирова совет по урбанистике? Вот тема сегодняшней нашей программы. Здесь студия Олег Симаков, начальник управления благоустройства транспорт-администрации города Кирова. Константин Сичихин, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, член общественной палаты Кировской области. И Иван Губин, директор политехнического института Вятского государственного университета. Светлана Занькова, Владимир Сметанин. Наши слушатели, вы тоже можете присоединиться к нашей беседе. 211.1. Ранее нами озвученный вопрос о том, что для вас благоустройство. Как вы его понимаете? Да, он вызвал спор у нас здесь в перерыве с Олегом Дмитриевичем. А Светлана сказала, будут со мной спорить. А он сказал, что со мной не будет. Значит, Олег Дмитриевич стоит на том, что все-таки, когда прорваны трубы... Я не стою, я сижу на стуле. Некогда думать о парках и всяких там встречах. Утрируйте, Светлана, я так не сказал. Скажите. Мы просто сейчас в перерыве затронули тему. Сейчас масштабная реконструкция идет. Я же сказал, что с вами спорить не буду. Теплосетей и подземных коммуникаций. И вот Олег Дмитриевич привел пример, когда требуют продлить сроки ремонта. Вот смотрите, все по городу ездите, да? Вы все видите, что в этом году не только кировские тепловые системы, но и ККС, и все достаточно активно готовятся к отопительному сезону. Активно готовятся. Раскопки, как мы их называем. Ну, никогда такого не было. Почему? Потому что администрация города Кирова во главе с Александром Викторовичем Перескоковым поставила четкие и жесткие задачи, чтобы у нас следующий отопительный сезон... Это делается каждый сезон. Ну, я не знаю, как делал... Олег Дмитриевич, это первое. А второе, тот же КТК уже лет 10 как трубит каждый год, и здесь в этой студии в том числе, что у нас трубы не просто дырявые, они отсутствуют. Так что то, что поставлены сейчас задачи и раскопки, это другая вещь. В этом году особое количество. Особое, потому что наконец-то о концессии договорились. Вот и особое количество. Хоть какое-то решение было принято. Это плохо. Что мешало 10 лет назад принять это решение? Я не знаю. Пять, три, четыре. Я не знаю. Но, по крайней мере, сейчас огромное количество работы проводится. Поэтому мы с вами, извиняюсь, конечно, что перебил, но суть в том, что мы с вами говорим, а сегодня здесь, сейчас. Это правда, они сегодня здесь, сейчас копают. Но мы с вами живем-то не сегодня ни одним днем, ни одним часом, ни одним... Мы с вами живем годами. И давайте будем думать, мы-то собрались здесь, чтобы обсудить вопрос, что будет завтра, и что будет завтра с городом-то, и в какой благоустроенной атмосфере мы будем жить. Понятно, что копать будут каждый год. Понятно, что дороги делать будут каждый год, да. Но благоустраивают... Вот, например, этот же двор, вот приходишь во двор и разговариваешь с гражданами, так они понимают, что у них двор-то будет благоустраивать еще на 30 лет. Вот в рамках комфортной городской среды никто им через 5 лет этот асфальт не уберет и через 5 лет заново не положит. Не Москва. Да, не Москва все-таки, да. И они хотят, чтобы этот двор у них еще 30 лет просуществовал в том виде, в котором, ну, по крайней мере, постепенно, пусть там разрушение пройдет, но как минимум 5-6 лет они жили в комфортной среде, да. И вот мы с вами-то здесь собрались, чтобы переговорить все-таки о комфортной среде. Как сейчас, на сегодняшний день, сделать максимально лучше для города теми программами, которые существуют. Эта программа существует БКД, безопасные и качественные дороги, эта программа существует комфортная городская среда, да. И как сделать так, чтобы это было не точечное, не как, вот, как вы правильно говорите, одеяло разорвано, да, лоскутками какими-то сшито. Здесь мы делаем двор, здесь мы делаем дорогу, и все, как-то, кажется, все делают, все шевелятся, что-то происходит в городе, да, программа выполняется. Но мы заходим во двор и видим, что один двор, да, замечательный, другой двор, там, пройти. Ну-ка, Полодя, в перерыве сказал, с одной стороны ждет бригада благоустройства, с другой стороны разрытые каналы стройки. И на сегодняшний день надо как-то подумать, как это все объединить, пусть это будет в рамках маленьких микрорайонов, маленьких зон, но у нас очень много программ, как бы федеральных программ, местные программы есть, городские на сегодняшний день. Областная программа. Областные программы есть, и как это все сделать воедино, чтобы мы могли маленькими зонами, чтобы человек, когда приходит в больницу, приходит в школу, приходит в детский садик, он мог выйти в нормально благоустроенную дорогу, пройти по нормальному тротуару на сегодняшний день, а не идти, да, школа отремонтирована, но он выходит и попадает прямо в лужу. Либо у нас тротуарные дорожки нет, либо у нас на коляске инвалид не может проехать, либо еще что-то происходит, да, да, замечательно, школу отремонтировали. Вот как мы сейчас недавно с Игорем Владимировичем в Рио губернатора ездили, принимали поликлиники на Карла Марса, там и детская поликлиника, и взрослая. Да, замечательно, так... Поликлиники сделаны. Поликлиники сделали, но ты выходишь из поликлиники, попадаешь на улицу Карла Марса, которая в ямочном ремонте, отремонтирована, попадаешь на те тротуарные дорожки, которые на сегодняшний день, яма на яме и идти пройти нельзя, да, и ты понимаешь, что как бы что-то не доделано, что-то как-то не так. Вот нам этот вопрос надо решать на сегодняшний день и как-то пытаться совместно с администрацией, с общественностью, с правительством города объединять эти программы и делать, пусть они небольшими зонами, но делать. Комплексно. Комплексно. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло. Алло. Слушаем вас, алло. Алло. Добрый день, убавьте, пожалуйста, радиоприемник. Алло. Мы слышим вас. Вы... Я живу у Вечного Огня. У меня вопрос вот к новому руководителю благоустройства. Олегу Симакову. Прежним как-то так, им не до этого было. Обратить бы внимание. Значит, первое. У нас не двор, а туалет общественный. Адрес какой еще? Повторите, пожалуйста. Праздники, так. Первое. Второе. Значит, вот эти свадьбы. Значит, особенно пятница-суббота. Эти бесконечные сигналы, это пьянство у Вечного Огня. Хотя это считается общественным местом. На звонки в милицию, значит, то им некогда. Ежели они там раз в полгода приедут, то уже те, которые пили их, уже другие приходят. Это второе. Теперь, значит, машины. Значит, висят знаки. Ни ГАИ, ни эвакуаторов, никого, ничего нет. Значит, еще. Следующее. Вот там кто-то сказал насчет шаговой доступности. Вот у нас район, как бы население у нас в основном старые пенсионеры. У нас до автобусной остановки, представляете себе, да? К Мелодии. И вот сюда на Герцена. Центральная гостиничка. Шаговая доступность. Надо быть Гулливером, наверное, такими шагами. Это очень неудобно. И на все обращения как-то все это так мимо. Вот я думаю, что достаточно вопросов для того, чтобы заниматься, так сказать, не какими-то глобальными, как сейчас идет разговор. Мы все там о каких-то вещах о крупных, о больших говорим. Вот это вот такие мелочи, из которых складывается, я считаю, благоустройство. Если мы относим вышеперечисленные проблемы, относим к этой проблеме. Спасибо. Скажите точно адрес, где вы живете. Ну, это район вечного огня. Непосредственно эти дома, которые примыкают, да? Нет, давайте мы все-таки вот что сделаем. Мы сейчас не будем комментировать эту вещь. Я вижу, что Олег Дмитриевич все взял на карандаш. Я тоже могу вокруг своего дома выдать кучу таких вещей. Недострои, пьяницы кругом, значит, молодежь, которая бегает в заброшенных районах. Машины под знаки ставили. Машины под знаки, неочищенная улица, которые поставили пятерку. Сейчас я вот смотрю в отчете отдела благоустройства, подписанного Олегом Симаковым. А там ни разу не выведен песок за все время. Таких проблем лом. Мы сейчас говорим как раз, ребят, все-таки о будущем. Потому что эти проблемы в оперативном режиме решает каждый день отдел благоустройства. Мы с Олегом Дмитриевичем договоримся. Вот мы сделаем отдельный эфир, где будут приниматься, например, какие-то там жалобы, сигналы. Мы вот поэтому отработаем. Не вопрос. Давайте все-таки... Да, было бы здорово. А можно я вернусь того, о чем закончил Константин? А я хочу задать серьезный вопрос. Вот вы сказали, Константин, взаимосвязи. Чтобы на всем протяжении жизненном и географическом двигается человек. Чтобы все было хорошо. Чтобы все его устраивало. А в принципе это возможно? В принципе это возможно. Каких усилий это требует? Для этого правильно надо... Я хочу, кстати, всех об этом спросить. Возможно ли это вообще в принципе? Почему невозможно-то? Это комплексное управление, менеджмент управления, да, в данной ситуации управлениями, федеральными программами, которые есть. Мы берем за основу, ну, тут не буду, как говорится, скрывать. Мы берем за основу социальный объект, который на сегодняшний день скапливает основное население, да, куда там больница, поликлиника, школа, культурное какое-то место, да, которое находится в этом микро-микрорайоне, грубо говоря. И начинаем от него основы делать. Ремонтируем в рамках проекта федерального бережливого поликлиника. Ремонтируем поликлинику. Параллельно подключается город в данной ситуации. Он ремонтирует и есть программа по благоустройству тротуарных дорожек, делает тротуарные дорожки возле этой поликлиники. Есть фонд капитального ремонта, про который мы иногда забываем, который, по сути, должен выполнять основы основ по благоустройству. Не при домовой, конечно, территории, но самого дома, по крайней мере, фасада и крыши, да, то, что это будет смотреться. Также тоже включается сразу, у нас есть хорошая программа ППМИ на сегодняшний день, когда активные граждане, ну, чтобы они стали активными, с ними, конечно, надо работать. Если им объяснить на сегодняшний день, что вот у вас поликлиника будет сделана, проще сказать, да, вот у вас дорожки, вот у вас остановка, вот у вас это, это, это. Это они сами включатся и скажут, так давайте мы двор-то сами сделаем в рамках этой программы. Есть программа на сегодняшний день, формирование комфортной городской среды, которая тоже, и все эти программы, они не рассчитаны сейчас на сегодняшний день на один год. Как минимум все программы будут работать пять лет. Программа БКД, безопасность и качество дороги, мы спокойно можем в рамках программы делать улицу Карла Марса, ту часть, которая осталась на сегодняшний день. Если мы берем, например, даже те две поликлиники, которые у нас в рамках Бережливой, ну, отремонтированные на Карла Марса, да, и это уже будет по-другому смотреться все. И это все можно делать воедино, но это делать надо заранее. Не как это, когда остается последний месяц, и мы пытаемся догонять этот поезд, да. Вот, например, если сейчас мы договариваемся, что мы это будем делать в 2018 году, тот комплекс работ, который требуется производить, да, то мы начинаем сейчас брать несколько, два микрорайона небольшие, отрабатывайте эти микрорайоны и показывать, как это получится. А получится, время покажет, но есть желание, есть старание, я думаю, город не откажется помочь в этом направлении, да, то этим надо заниматься просто. Я бы еще с этих заданиями поработал, потому что вот смотрю, даже где у нас пешеходные дорожки ремонтируют, не всегда выполняются требования там по скатам, да, люди с коляской идут, а там 20 сантиметров бордюр, вот он свежий, хороший асфальт лежит, но... Техзадание, это большая правда. Мы вчера со Скальным об этом разговаривали, министром культуры, он говорит, что скоро будет сдан космический центр, и там, правда, прекрасно тротуар сделали, подъезд, но тротуар отделяет от дороги, от въезда вот такой бордюр, а ты идешь по улице Энгерса и перепрыгиваешь через него, а это уже современное строительство, да? Ну, а он говорит, а я чуть ни разу не проходил по этому тротуару, я говорю, еще на велосипед сядьте, и вы поймете. Надо ходить по городу. Да, и вы поймете. Нам сейчас нужно будет прерваться на новости, тематические программы и рекламу. Мы в начале следующего часа сразу будем подключать Уфу и Саратов, и посмотрим, что они думают в этом смысле, насколько вот их проблемы там частные позволяют или не позволяют им думать о глобальных каких-то вещах, что в этом деле происходит, и посмотрим в конце все-таки, куда мы можем двигаться дальше. Вас, слушатели, призываю звонить 211-101 уже в начале следующего часа и говорить, что для вас благоустроенный город. Программа о городских проектах.